Настоящие защитники в канун праздника в регионе вручили награды тем, кто точно знает, что такое рисковать и побеждать. Ради страны, мирного неба над головой, ради своей семьи и своей родины. О героях вне времени в репортаже Ольги Павловской. Он не считает себя героем, говорит, что просто выполняет свою работу. Олег Моцарев возглавляет областную поисково-спасательную службу с момента ее основания. А это уже 20 лет. Каждый год они спасают от паводка, эвакуируют из-подо льда. В 2016-м впервые поднимали затонувший самолет. Вообще, работает служба не только в Самарской области. Олег Моцарь никогда не знает, как и где проведет следующий день. Вот, к примеру, 2011 год. Татарстан. Страшная трагедия. Всего за одну минуту судно ушло под воду. Погибли 122 человека. На помощь позвали в том числе самарцев. Угария была самая тяжелая работа. И в моральном смысле, и в том смысле, что приходилось работать в таких условиях, что там, наверное, седина и появилась у меня, что лучше самому куда-то полезть, чем отпустить человека. А вариант вернуться наверх был 50 на 50. Накануне праздника защитники Отечества собираются в окружном доме офицеров. 12-летний Кирилл говорит, эти люди – пример для подражания. Мальчик представляет музей боевой славы. Они защищали Москву. Когда я узнал трагичную историю панфиловцев, у меня возникла гордость за свой народ. Да и когда узнал историю войны, то, что наш народ выстоял, не сломался. И, конечно же, печаль. Нынешние военные также достойно несут службу. Россия возглавила борьбу с терроризмом. Как в своем послании подчеркнул президент Владимир Владимирович Путин, террористам нанесен ощутимый урон. Армии и флот России убедительно доказали, что способны эффективно работать вдали от постоянных мест дислокации. Самарской область в стороне не осталось. Представители региона также отстаивают честь страны. Сегодня в условиях непростой обстановки личный застав 2-й гвардейской общевойсковой дважды краснознаменной армии успешно выполняет задачи по защите от рубежей отчизны. Проявляет высокий профессионализм и предельную самоотдачу, отстаивая интересы в том числе за пределами Российской Федерации. Власти сегодня делают все, чтобы вооруженные силы были современными, мобильными и хорошо оснащенными. Губернатор отметил, большое внимание уделяется социальной поддержке военнослужащих. Ключевая задача – обеспечение военных жильем. У нас за год только в Самарской области более миллиарда рублей было выделено Министерством обороны, более миллиарда рублей для того, чтобы людей, которые служат у нас, обеспечить жильем только в этом году. А за пять лет в шесть раз сократилась та очередь, которая накапливалась многие-многие годы. Также Самарский оборонно-промышленный комплекс активно способствует укреплению обороноспособности нашего государства. РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», «Тяжмаш» в предприятии региона выполняют все поставленные задачи. Лучшие в этот день получают награды. В этом зале те, кто не считает себя героями. Как говорят они сами, они просто выполняют работу. Олегу Моцарю присвоено звание заслуженного спасателя Самарской области. Большое спасибо руководству области за оценку нашего труда. Я обращаюсь сейчас к своему коллективу, спасателям, к своей семье. Это и ваша награда тоже. Спасибо. Ольга Павловская, Алексей Вильмискин. Новости губернии.